Продолжение следует... 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 Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Свобода мысли и слова. Выражение своего мнения чрезвычайно важно для реального проявления свободы человека. Но эта свобода не может быть абсолютной, безграничной. Слово, как главное средство человеческого общения, оказывает сильнейшее воздействие на сознание и поведение людей. Оно может созидать и разрушать, звать к социальному прогрессу и призывать к насилию, обогашать внутренний мир человека и унижать личное достоинство. Этим объективно обусловлена необходимость определенных нравственных и правовых ограничений, связанных с осуществлением свободы слова. Главные правовые барьеры против злоупотребления свободой слова, выражения мнения. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Хотя эти конституционные запреты и сформулированы в достаточно общем виде, однако они дают вполне определенный ориентир поведения при осуществлении рассматриваемой свободы. Их нарушение влечет за собой предусмотренную законом ответственность и устанавливает уголовную ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием средств массовой информации. В преамбуле закона о языках народов Российской Федерации указано на недопустимость пропаганды вражды и пренебрежения к любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам, национальной политике препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иных нарушений законодательства о языках народов России. Такие нарушения со стороны юридических и физических лиц влекут за собой ответственность и обжалуются в установленном порядке в соответствии с законодательством, основанные на Конституции конкретные запреты, касающиеся злоупотреблений свободой слова и соответствующие меры ответственности, предусмотрены и в других статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, в Уголовном кодексе установлено ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, к развязыванию агрессивной войны, заклевету и оскорблении, незаконное распространение или рекламирование порнографических материалов или предметов. В КОАПе за непредоставление возможности обнародовать, опубликовать опровержение или иное разъяснение в зашиту чести, достоинство или деловой репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения, в случае обнародования в СМИ материалов, способных нанести ушерб чести, достоинству или деловой репутации зарегистрированного кандидата, деловой репутации избирательного объединения, если в соответствии с федеральным законом предоставление такой возможности является обязательно. Также предусматривают право гражданина требовать по суду опровержения поручащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Следует отметить, что и в законодательстве зарубежных стран содержится немало строгих санкций за сочинение и умышленное искажение фактов за призывы к мятежу, поношение нации, республики, конституции, конституционных учреждений за утрату государственной тайны, распространение непристойности и т.д. Разработаны и международные стандарты, направленные против злоупотребления свободой слова, информации, выражения своего мнения. Они установлены, например, в параграфе 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 29 Всеобщей декларации прав человека и других, но наиболее развернуто сформулированы в параграфе 2 статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он гласит, осуществление этих свобод, налагающие обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы демократическому обществу в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученные конфиденциально или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия. Аналогичное положение содержится и в части 3 статьи 55 Конституции. Таким образом, реализация конституционных норм о свободе слова, выражение своего мнения, предполагает как беспрепятственное осуществление каждым этой свободы, создание государством необходимых для этого правовых и организационных механизмов, так и решительное пресечение злоупотреблений данной свободы. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Мысли человека, воплошенные в его мнениях и убеждениях, характеризуют внутренний мир человека, содержание его сознания, определяют индивидуальность, мнение более подвижный элемент сознания. Убеждение – устойчивая система взглядов, характеризующая ценностные ориентации личности. Конституционная свобода мысли и слова означает не только возможность беспрепятственно выражать свои мысли и убеждения, свое мнение, но и недопустимость принуждения к их выражению или отказу от них. Этот запрет обязаны соблюдать все – государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и другие общественные объединения, их должностные лица и все члены общества. Тем самым охраняется внутренний мир человека, гарантируется свободное развитие личности, в том числе право менять свои убеждения, но не по принуждению, а по собственному выбору в процессе познания реальности, свободных дискуссий, обсуждения различных идей. В связи с этим представляет интерес позиция Конституционного суда, выраженная в его определении от 27 сентября 1995 года, касающимся жалобы Козырева. Поводом для жалобы послужило рассмотрение в одном из судов дела по иску Жириновского к НТВ и Козыреву о защите чести и достоинства. Козырев считал, что статья 7 ГК РСФСР, как и статья 152 нового ГК о судебной защите чести и достоинства не соответствует статья 29 части 1 и 3 Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, поскольку допускает возможность судебного опровержения любых сведений. По мнению заявителя, существуют определенные сведения, которые не могут быть предметом судебного опровержения, поскольку они являются выражением личного мнения и взгляда, оценочных суждений того, кто их распространяет, и принуждение к отказу от них – это вторжение в область мысли и слова, мнений и убеждений, охраняемых статьей 29 Конституции. Конституционный суд отметил, что право на судебную защиту чести и достоинства и возложение на того, кто распространил порочащие сведения, обязанности доказать их соответствие действительности, не нарушают гарантированную Конституции свободу мысли и слова. Но в определении поставлен важный и актуальный вопрос. Как добиться в каждом конкретном случае, чтобы требования защиты чести и доброго имени не противоречили интересам свободной дискуссии по политическим проблемам в демократическом обществе? Решение указанного вопроса относится к компетенции судов общей юрисдикции. При рассмотрении в этих судах дел о защите чести и достоинства подлежит установлению не только достоверность, но и характер распространения сведений, исходя из чего суд должен решить, наносит ли распространение сведений вред защищаемых Конституцией ценностей? Укладывается ли это в рамки политической дискуссии по поводу того, как ограничить распространение недостоверной, фактической информации от политических оценок и возможно ли их опровержение по суду? Суды общей юрисдикции в праве и обязаны обеспечивать должное равновесие при использовании конституционных прав на защиту чести и достоинства с одной стороны и свободу слова с другой. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Производным от свободы слова выражение своего мнения является право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Это право на свободу информации, гарантируемое в части 4 комментируемой статьи, может осуществляться различными способами, посредством межличностного общения, средств массовой информации, материальных носителей информации, учебных заведений, на собраниях и митингах, сходах граждан, через различного рода клубы, лектории, наглядные средства, плакаты и тому подобные, и иные способы по собственному выбору. Законными эти способы считаются, если при их использовании соблюдаются установленные законодательством правила. Например, для СМИ, для проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Свобода информации выражается, прежде всего, в праве каждого искать и получать информацию. Применительно к СМИ это право конкретизировано в статье 38 закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года о средствах массовой информации с изменениями и дополнениями действует в редакции от 16 октября 2006 года, которая гласит, что граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц. Эти сведения должны предоставляться СМИ по запросам редакции, а также путем проведения пресс-конференций и в иных формах. Этому вопросу посвящен федеральный закон от 13 января 1995 года о порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации. Более широко право на доступ к информации определено в федеральном законе от 27 июля 2006 года об информации, информационных технологиях и о защите информации. Он регламентирует информационные отношения, кроме тех, которые связаны с деятельностью СМИ, с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и использованием документальной информации архивов. Граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных федеральными законами. Статья 8. Исключением является информация с ограниченным доступом, конфиденциальная, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную тайну. Статья 9. Гражданин имеет право и на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в установленном законодательством Российской Федерации порядки, информации, непосредственно затрагивающие его право и свободы. Часть 2. Статья 8. Аналогичным правом обладают и организации. Часть 3. Статья 8. Решение действий без действия органов и должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы вышестоящий орган или вышестоящему лицу либо суд. А если в результате неправомерного отказа в доступе к информации были причинены убытки, они подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством. Часть 6 и 7. Статья 8. Свобода информации выражается также в праве каждого свободно передавать, производить и распространять информацию законными способами. Отсюда вытекает недопустимость монополии государства на производство и распространение информации. Средства распространения информации могут быть как государственными, так и общественными и частными. Так, статья 7 закона о средствах массовой информации признает право гражданина объединения граждан, организации, государственного органа быть учредителем соучредителем СМИ. не может выступать учредителем гражданин, не достигший 18 лет, либо отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанный судом недееспособным. Объединение граждан, предприятий, учреждения, организация, деятельность которых запрещена законом. Гражданин другого государства или лицо без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации. Право на распространение информации законными способами означает и необходимость соблюдения определенных ограничений доступа к информации, отнесенной государственной и иной тайне или конфиденциальной. Час четвертая комментируемой статьи предусматривает, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. Законодательство о государственной тайне основывается на Конституции, законе Российской Федерации от 5 марта 1992 года о безопасности. Ведомости Российской Федерации 1992 года номер 15 статьи 769 действует в редакции от 2 марта 2007 года и включает закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года о государственной тайне. Закон о государственной тайне определяет перечень сведений в военной области, в сфере экономики, науки и техники, внешней политики и внешнеэкономической деятельности, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, составляющих государственную тайну. На основе этих положений и в соответствии со статьями 4 данного закона указом президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года под номером 1203 утвержден перечень сведений, отнесенных государственной тайне, а также перечень государственных органов, наделенных полномочиями по распоряжению этими сведениями. За разглашение государственной тайны установлена ответственность, вплоть до уголовной. Конституционный суд в постановлении о 20 декабря 1995 года по жалобе Смирнова указал, что в силу нормы части 4 статьи 29 Конституции уголовная ответственность за выдачу государственной тайны правомерна лишь при условии, что перечень сведений, составляющих государственную тайну, содержится в официально опубликованном для всеобщего сведения федеральном законе. Право применительное решение, включая приговор суда, не может основываться на неопубликованном нормативном правовом акте, что вытекает из части 3 статьи 15 Конституции. В то же время закон о государственной тайне определяет перечень сведений, не подлежащих отнесению государственной тайне и засекречиванию, например, о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, преступности, фактах нарушения прав и свобод личности и других. Статья 7. Граждане вправе обжаловать суд решение о засекречивании подобных сведений. Законодательство запрещает также распространять конфиденциальную информацию, прежде всего о частной жизни, нарушающую личную или семейную тайну, сведения, составляющие коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Это налагает особые обязанности на журналистов, других носителей информации. Статья 40, 41, 49, 51 Закона о средствах массовой информации. Статья 8, 9, 16 Федерального Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Наиболее значимым и влиятельным источником информирования общества и личности являются СМИ. Поэтому в части 5 комментируемой статьи особо гарантируется свобода массовой информации. Она означает свободное распространение через СМИ любой информации, кроме конфиденциальной и составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну. Отражение в этой информации политического и идеологического плюрализма, запрет цензуры. Под СМИ понимаются пресса, радио, теле, видео, кинохроникальные программы, информационные агентства и иные формы периодического распространения массовой информации, предназначенной для неограниченного круга лиц. Конституционное установление о гарантированности свободы массовой информации конкретизировано в законе о средствах массовой информации и распространяется на все виды СМИ государственные, общественные и частные. Воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных лиц, государственных органов и организаций, общественных объединений, законной деятельности СМИ, закон определяет как ушемление свободы массовой информации, влекущие за собой уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством статьи 25 и 58. В то же время закон признает недопустимым злоупотребление свободой массовой информации, влекущей такую же ответственность. Статья 4 59. На конституционном уровне установлен и запрет цензуры. Статья 3 закона о средствах массовой информации определяет цензуру массовой информации как требование от редакции СМИ со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы, кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов их отдельных частей. В советские времена цензурой повсеместно занималась такая организация, как главлит. Названный закон четко определяет, что не допускается создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностных лиц, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации. Статья 3. На практике предстоит еще немало сделать, чтобы в полной мере обеспечить свободу массовой информации. На имеющиеся в этой сфере проблемы экономического, правового, организационного характера указывалось в постановлениях Государственной Думы от 10 февраля 1995 года о выполнении в Российской Федерации статьи 29 Конституции Российской Федерации от 24 ноября 2000 года о государственной политике в области телевизионного вещания и радиовещания. Укреплению гарантии экономической самостоятельности СМИ служат федеральные законы от 24 ноября 1995 года об экономической поддержке районных городских газет от 1 декабря 1995 года о государственной поддержке средств массовой информации и книга издания Российской Федерации ряд указов президента Российской Федерации широкий спектр проблем относящихся к информационной сфере нашел отражение в утвержденной президентом 9 сентября 2000 года доктрине информационной безопасности Российской Федерации кроме того как подчеркивалось в послании президента Российской Федерации федеральному собранию от 5 ноября 2008 года свобода слова должна быть обеспечена технологическими новациями опыт показал что уговаривать чиновников оставить в покое СМИ практически бесполезно нужно не уговаривать а как можно активнее расширять свободное пространство интернета и цифрового телевидения никакой чиновник не сможет препятствовать дискуссии в интернете или цензурировать сразу тысячи каналов зашита свободы массовой информации осуществляется и в судах так постановлением конституционного суда от 19 мая 1993 года было признано неконституционным постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 17 июля 1992 года о газете известия затрагивающие права газеты журналистского коллектива суд признал несогласующимися с конституцией такие решения которые способствуют оказанию давления на газету затрудняют ее существование как независимого СМИ и ограничивают тем самым свободу массовой информации данная правовая позиция распространяется на деятельность не только органов печати но и телевидения и других СМИ в постановлении конституционного суда о 22 ноября 2000 года номер 14 П касающимся положения федерального закона о государственной поддержке средств массовой информации и книга издания Российской Федерации о передаче редакциям СМИ издательствам информационным агентствам телерадиовещательным компаниям хозяйственное введение помещений которым они владеют либо пользуются процессе своей производственно хозяйственной деятельности рассматривается важная проблема соотношения конституционных принципов обеспечения свободы слова и независимости СМИ и защиты свободы собственности равенства всех собственников постановление указывается на обязанность законодателя при урегулировании соответствующих отношений находить баланс между этими конституционно защищаемыми ценностями на основе критериев установленных Конституцией интерес представляет и практика Европейского Суда по правам человека по делам в которых он рассматривал предполагаемые нарушения статьи 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод о свободе выражения мнения и информации при этом Европейский суд исходил из того как неоднократно подчеркивалось в его решениях что свобода выражения мнения свобода слова как она гарантирована в параграфе 1 статьи 10 Конвенции представляет одну из несущих опор демократического общества и является основополагающим условием служащим его прогрессу и самореализации каждого индивида при соблюдении параграфа 2 статьи 10 Конвенции о необходимых ограничениях свобода слова применимо не только к информации или идеям которые встречают благоприятный прием или рассматриваются как безобидные либо нейтральные но также и к таким которые оскорбляют шокируют или внушают беспокойство государству или части населения таковы требования плюрализма толерантности и либерализма без которых нет демократического общества решение от 26 апреля 1979 года Санди Таймс против Соединенного Королевства от 8 июля 1986 года Лингенс против Австрии от 27 марта 1996 года Гудвин против Соединенного Королевства и другие очевидные М М М М Огл М М М М М М М Продолжение следует...